Вот она наша машина. Снегуся. Сегодня первый день снега в Москве. До этого упадал в Подмосковье, но в Москве особо не было. Ну так, слегка, которая тут же быстренько растает. С перерывом в полтора месяца мы наконец-то идем сегодня в зал. Самочувствие адекватное. Нет такой великой тошноты. Можно спокойно пойти подниматься. Единственное, что мы сегодня ограничены во времени, потому что к 11 часам у нас придет новый менеджер, который нужно обучать в офис. Поэтому нам сегодня нужно поторопиться. У нас будет короткая тренировка, но она хотя бы будет. Вот так вот нашу машину заснежило. Бокс, кстати, прикольный. Смотрюсь. Вчера я помык машину. Кстати, машину я помыла. Но она уже после Подмосковья все грязноватая. Ну а мы отправляемся. Ну все, сегодня у нас последний денечки на этой машине, на нашем Кобальте. Дали нас становится рабочей машиной. Будем на ней каталоги возить. Будет дальше у нас работать и приносить нам денежки. А Катька у нас сегодня пришла почистить. Я так ждала просто этого. Я так хотела снега. Я так хотела почистить машину. И вообще у нас дикое счастье. Я не могу. Мы не можем спокойно ни спать, ни есть, ни пить. Мы, короче, не можем успокоиться. Эмоции переполняют. Сегодня мы забираем Поршу. Да, нашу машину мечты. Сегодня у нас снег конкретный выпал. До этого у нас не было сока снега. Сейчас уже будет холодать. Покажи меня, кстати, куртец мой. Шубу, кстати, одел, который купил в том году. Кто не видел это видео, можете здесь посмотреть. Мы ездили в Пятигорск. Ну, не специально, конечно. Но так получилось, что в Пятигорске... Мы были в Пятигорске, да, и решили купить шубу. Шубу, да. Кстати, хорошая уже, ну... Кожная, мягкая, натуральная, офигенная. Отличная. Так что кому нужна шуба, в Пятигорск езжайте. Классная шуба. Кстати, шапочка тоже с Пятигорска. Да, кстати, ей уже сколько? Восьмой год, наверное. И она вообще как новая. Как будто только вчера ее купил. Она неубиваемая вообще. Качество пятигорское. Все, сейчас мы едем по делам, поликлинику. И дальше потом поедем в этот... Потому что кнопок много, и надо это разобраться. Сейчас заехали во вкусвилл, взяли какао. Первый раз, кстати, взяли в какао, а во вкусвилл до этого мы не покупали. Вот осадочек появился. Да, сейчас будем сравнимо, как в Доминикане или нет. Потом мы купили вот такие штуки, очень вкусные. Сырная лепешка. Но дико калорийная вот эта лепешка. В ней более тысячи калорий только в одной этой штуке. Андрей знает и все равно ее ест. А вот здесь пирожок, это сырная лепешка. Здесь сыр и шпинат. И здесь 253 калории, я посчитала. Посмотри, нужно. Буду тоже впервые пробовать. Классические макароны с курицей и грибами. Очень люблю, часто беру. Постоянный выбор любимый Андрея. Клов узбекский с говядиной и бараниной. Далее нам надо заехать в Химчистку. Отдать наши куртки, в которых мы ходили. Весной и осенью надо будет их отдать. Я зимнюю свою сдаю. Мы отдадим. Потом скачали мануал по Паршу. Надо будет прочитать его, потому что там очень много нюансов с пневма. Я даже не знал, насколько это все серьезно. Потому что это же, оказывается, если вы приезжаете на шиномонтаж, менять колеса, и вы не выключили пневму, она ломается. То есть там надо вводить ее в режим мануала или в нейтральный режим специальными кнопками. И потом уже поднимают и меняют. То есть это все очень сложно. Надо кучу книгу купить. Но я тоже не купил. Я уже скачал книгу в телефон. Там все надо прочесть, как ей пользоваться. Но уже там очень много кнопок. Она очень серьезный автомобиль. Очень умный и очень дорогой. Надо разобраться. А еще аренда места парковочного. Андрей сегодня нашел, договорился в соседнем доме. В общем, Андрей договорился, нашел на Авито. Значит, соседнего дома парень. Он со Ставрополисом, видимо. Потому что объявление сестры польские. А, он написал, да, что он со Ставрополисом? У него в этом доме сдается машина места на подземной парковке отапливаемой. Как раз, что нам и необходимо. И в соседнем доме у него живет теща. Там тоже аренда места идет парковочного. Дело в том, что на улице страшновато будет оставлять. Но даже дело не в этом, а в том, что хотелось бы отапливаем парковку по каким-то там функциям. Тяжело держать. Да, у меня просто еще бинт на этой руке. В общем, Андрей сегодня оперативно все нашел. Сегодня же поедем, заберем эту тещу, вот этого, Роман, да, или как он зовут, молодого человека. Вот и, собственно, сделаем пропуск, въезд на парковку, карточку, там все дела. Да, термин наша машина будет стоять на охраняемой парковке, с видеокамерами, со всеми делами. И плюс еще, кстати, нам такая приколюха, мы поставили очень дорогую сигнализацию, вообще там по-моему самому другу, у которых была сигнализация. И эта сигнализация работает, короче, смысл в том, что если вдруг кто-то завел ключом, вашим тоже ключом, машину, то сразу вам звонят из этой компании, которая устанавливала сигнализацию и спрашивают, вы сейчас в машине находитесь или не вы? Слово там, как, чего это, если ее ставят на подъемник, если ее там, не знаю, домкрата поднимают, ну, короче, так, что... Такое странное передвижение, либо если та же не вы завели ключом, она это считывает, то сразу, короче, звонят, если вдруг реально не вы, они сразу вызывают группу быстрого реагирования, да, и сразу там чуть ли не план перехват в Москве, потому что машина в угон, она моментально попадает в угон, и она еще плюс в каско, то есть там прям вообще, короче, не знаю. В случае, нашему счастью, нет предела, сегодня забираем. Потом расскажем про этот автосалон, если честно, я всегда был сторонником автосалонов, потому что это полная хрень. Ну, что-то нас вчера покорил он. Но он прям реально какой-то совестливый, и он все там, там даже докопаться не до чего, они реально все грамотно делали. А Андрей очень кропотливый, и вот любит найти обязательно какую-нибудь хрень, до которой можно докопаться. Да, потому что это у нас машина уже в семье будет девятая, девятая машина в семье, правильно? Ну, учитывая, сколько ты рабочих покупал, да. До этого мы покупали сами машины, но это были бюджетные машины, там до 500 тысяч. Это можно самим выбрать, проблем нет. А вот которые дорогие, премиальные, то есть Mercedes, там, Bechi, там, Porsche. Даже подборщики, что тебе писали? По низу рынка мы искать не будем, да такую не найти, там, что, какое только брито вчера не написали? Может, Андрей аж расстроился, уже думали, что не найдем ничего, в принципе, уже думали занизить свою планку. И просто выбрали, нашел Андрей автосалон, и позвонила спросить, у вас есть, чтобы я приехал и просто посидел в этой машине? Ну, просто я сказала, что нужно посидеть, чтобы почувствовать, какие эмоции мы испытываем, и определимся тогда, на какой марке. Потому что в BMW X6 мы сидели, в Infiniti X56 мы сидели, в Mercedes мы сидели, и просто хотелось посидеть в Porsche, чтобы понимать, какие эмоции, и определиться с маркой, и далее искать машину. А получилось, что мы приехали и поняли, что это наше. Ну, да, потому что я посмотрел заказ снаряда предыдущего владельца, и где он обслуживался, я обалдел. Во-первых, этот человек машину сделал для себя, и вкладывал в нее очень много денег, то есть он устранял все боячки, которые были, и не запускал ее. То есть там все в идеале, все новое, все на гарантии, в официальном центре Porsche, то есть движок, все на гарантии. Так, ну мы сейчас покушаем и едем дальше. Про эти автоподборы я потом отдельным роликом запишу, будет очень интересно. Всем привет! Сегодня мы приехали оформлять наш Porsche. Сейчас мы расскажем, как это, в принципе, в Москве происходит, оформление автомобилей, дорогих, дешевых, разницы нет. Этот наш, точнее, этот наш автомобиль уже девятый в нашей семье. Ну, это... Опыт уже есть. Убрать в расчет рабочие машины, машину регистрировали, которую для папы Андрея, для моего папы, собственно, нашу личную, в общем, и вот это уже девятый автомобиль. Да. Короче, как это происходит? Есть специальные компании в Москве, которые за вас регистрируют автомобиль, то есть вы... То есть вы приезжаете в ГРЭО Москвы, там, они за вас берут квиток, на какое РЭО и на какое время, ну, то есть тут не одно РЭО в Москве, около девяти, по-моему, или восьми. То есть они выбирают время, сами все согласовывают, вы просто приезжаете, даете документы им, подписываетесь с ним, ну, там, договор, там, как поручение или как это. Ну, короче, доверенность. Доверенность, да, бумажку подписали, все, и он за вас все ходит, везде там оформляет документы. Потом вы подъезжаете к инспектору, он проверяет автомобиль, там номера, вот это все сверяет, и уже потом выдают вам новые номера. То есть почему так, а не самим? Во-первых, самим нам не выдают в госуслуги корешок, потому что у нас нет прописки московской. А если нет московской прописки, все говорят, езжайте к себе на родину и там делайте документы. А еще проблема, что Ставропольский край невозможно там сделать никакую страховку. Да, со страховкой, со Ставропольский край это вообще жопа. Если, допустим, вы приходите в страховую в Москве, вам все отказывают, говорят, мы не регистрируем Ставропольский край, он стоит в черном списке. Думаю, офигеть, и что делать? Они говорят, езжайте к себе туда, домой, и там разбирайтесь. Но это незаконно на самом деле, то есть они должны по закону в любом страховом... Ну, на себя нормально поверни, просто я имею в виду, что ты по верху полно-охрана снимаешь вверху. Так, нормально? Нормально. То есть, получается, сбило, в смысле. Говорят, езжайте в Пятигорск. Да, езжайте в Пятигорск, и там страховая, да. Но, по сути, вы по закону, вы можете в любую страховую в стране, в любом городе прийти, и вам обязаны сделать страховой полис. Но у нас, в нашей стране, вот так вот. И приходится прибегать к таким компаниям, они за вас делают. Мы обратились в компанию, она за нас там все делает. Там парень, он уже нас поставил на учет, наверное, машину насемленную. Все это проходил. И, в принципе, хороший человек. Так, если кому надо в Москве поставить на учет машину, пишите в комментариях, я телефон его скину, он поможет вам поставить на учет. Все быстро, здесь его все уже знают, рука набита. Да, то есть стоит, кстати, недорого. Цену я не буду говорить, но недорого стоит. Короче, если у кого-то есть похожая проблема со страховкой, с постановкой на учет. Да, это все легально, это все нормально. Человек просто по доверенности за деньги пойдет, за вас все делает. Просто вы сидите в машине, а он за вас походит по кабинетам и это все делает. Да, и не будет проблем с регистрацией транспортного средства, как у нас. Транспортного средства, да. Плюс у нас Порш. И, кстати, вот по поводу, как вот мы выбирали, мы там снимали, точнее, не помню, мы снимали нет, когда мы приезжали в Рольф, там, то есть, нам на гарантию ставили, меняли масла. На телефон мы снимали. Ну, короче, смысл какой произошел, не то, что произошел, как мы все делали. То есть, мы приехали в Рольф-центр, выбрали машину, она нам понравилась, все. Мы ее оформили, потом мы договорились с продавцом так, что если мы оплачиваем наличкой, то они нам делают хорошую скидку. Окей, то есть, скидка была какая, они нам поменяли масло, фильтра, салонный фильтр. Это все выходит на Порш в 30 тысяч рублей. То есть, если я бы поехал в другое место, где они будут менять, там примерно так бы, наверное, вышло. Ну, может, чуть дешевле, но они дают гарантию. Плюс, когда вы покупаете в Рольфе, нам дали гарантию на 2 года, то есть, на двигатель, на ходовую, на подвеску, на пневму. То есть, там большой спектр гарантий. Я потом, если будет время, сниму видео, там бумажка такая, там все прям расписано. И они, когда покупали машину, точнее, не покупали, а когда принимали у владельца эту машину, они смотрели, этот, задиры на поршнях, потому что в поршах, это надо всегда смотреть, и задиры, и проверять эндоскопом гинозе, поршня. То есть, там небольшие царапки, но это, так как пробег уже, точнее, новая машина, это нормально, это допускается небольшой царапины, но задиров там нет. Это норма. И, в принципе, нам все понравилось. Единственное, что, когда мы уже оплачивали дополнительно, чтобы нам поменяли колодки задние, а так как у них нету, они мультисервис, это в Москве, то есть, это мультисервис, в Москве, это сервис, который ремонтирует все автомобили, то есть, любой марки, это им по барабану, и называется мультисервис, то есть, они не специализируются на одном бренде. И они нам сделали Porsche, и не могли установить колодки, потому что здесь, ну, компьютерное, это все, и у них выдавало ошибку. И они позвонили в Porsche-центр, мы снимали, по-моему, вот в прошлый раз видео, в Porsche-центр они позвонили, договорились бесплатно, что мы приедем, они нам устанят ошибку, и все это сделают. И реально мы приехали в Porsche-центр, отдали им, они 2 часа нам делали, то есть, они сделали компьютерную диагностику, установили, там они неправильно еще установили колодки, они это все поправили, да, все сделали, ошибку они выдают, все норма. И еще сказали, что там еще, оказывается, есть колодки на ручнике, то есть, дополнительно еще... Они немножечко изношены, и в дальнейшем их стоит потом поменять. Пока что не критично, но хотя бы предупредили об этом. И действительно денег не взяли, но работу сделали больше, чем тысяч, более 30 тысяч, точно. Да, потому что они нам дали распечатку, там сумма была 30-ка где-то, но эту 30 тысяч, я так полагаю, что она платит вот за нас. Ну, не знаю. Да, но это прям круто на самом деле. Еще плюс нам дали КАСКО, мы оплатили там ОСАГО, КАСКО мы оплатили, потом, что это мы еще оплатили, но это не такие большие деньги, кстати, вышло. Потом мы поставили сигнализацию дорогую. По сигнализации потом отдельно видео запишу, потому что там есть недочеты. Я объясню потом, если вы захотите поставить на Porsche сигнал, вы должны понимать, с чем вы столкнетесь. Ну, то есть, тоже интересно. Ну, сейчас вот мы разбираемся с машиной, как что-то, где кнопочки какие. Очень интересно, кстати, я прям не думал, что настолько продуманный автомобиль. Даже навигатор в панели управления, то есть, где вот спидометр, там навигатор в окошке, появляется навигатор, я потом сниму видео, вы обалдеете вообще. Лично для меня, я в шоке был. Конечно, навигатор старого образца. Навигатор обычно вводится вот на панель, которая вот посередине между пассажиром и водителем. И обычно здесь на экране вроде как вводится навигатор. А здесь он именно вот где спидометр, вот прям там же, в соседнем, их там получается пять таких колодцев. И в одном из них, собственно, появляется как экран панели управления, и там, собственно, и есть навигатор. Это было очень, правда, удивительно. Я думала, что он по центральному экрану будет показываться. Еще хотел сказать по поводу обслуживания данного автомобиля Poshka Yen. Все знают, что это очень дорогой автомобиль, и обслуживание, естественно, тоже будет стоить большой суммы. Если вы, конечно, будете обслуживаться у официального моего дилера, то вы должны быть, наверное, миллионером, что там обслуживаться. Потому что там очень дорого, и просто одна только компьютерная диагностика, у них выходит девять с половиной тысяч, только компьютерная диагностика. Даже, по-моему, больше там, по-моему, четырнадцать тысяч выходило. То есть там вообще какие-то огромные деньги, там, поменять свечи, кстати, здесь я уже спросил у дилера, нам посчитали в шестьдесят тысяч. Свечи и работа. Свечи и работа, да, стоят шестьдесят тысяч рублей, чтобы поменять у дилера имена. Ну, то есть, получается, вот, этот проходил просто, человек сбил. Поменять свечи выходит в шестьдесят тысяч рублей. Это, на самом деле, дорого. Почему такая цена дорогая? Я стал этот вопрос изучать. Ну, с чего цена складывается? Во-первых, это оригинальные запчасти Porsche. А все, что оригинальные запчасти Porsche, там, где этот шильдик написано, это все очень дорого стоит. Но можно найти альтернативу других запчастей. То есть, это будет дешевле, но, естественно, в официальный дилер вам никого не поставят альтернативу. И гарантию никакой. Сейчас как раз подходил парень, который нам регистрирует автомобиль, поэтому немножко отвлекся. Смысл по поводу ремонта Porsche. Я стал изучать этот вопрос, нашел пару людей, связался там с блогерами, кто тоже на Porsche ездит. Мне подсказали тоже там, где они ремонтируют свои двигателя. Я нашел одного человека, я еще к нему не звонил и не ехал, но по отзывам, как про него говорят, что это прям реально суперспециалист по Москве. И он работал в Porsche сервисе 14 лет. У него есть полный спектр этих запчастей. Не запчастей, а чем ремонтировать. Компьютерная диагностика, компьютеры. То есть, все вот эти прибамбосы, которые нужны для ремонта Porsche. Потому что там очень много всяких нюансов, которые надо знать. То есть, ее нужно перепрошивать как телефон. То есть, вы когда покупаете телефон на iPhone или Android, любой другой, выходит обновление. То есть, вы автоматически обновляете свой телефон. И там что-то улучшенное появляется. То же самое в этом автомобиле. Его нужно обновлять. То есть, там корректировка происходит двигателя. То есть, какие-то новые функции добавляются в электронику на дисплей. То есть, это конкретный компьютер. Его уже там, то есть, по-другому автомобиль едет. И вот я хочу к этому человеку заехать, посмотреть, в принципе, где он ремонтирует его боксы вот эти все. И уже у него ремонтироваться. Но нам нужно пройти ТО. Перед тем, как мы поймем в Пятигорске, нам нужно пройти ТО. Поменять. Там, когда мы покупали машину, там трубка одна есть. Там чуть-чуть потекает антифриз. Но это незначительно. Не критично. Там они поставили патрубок. Но так как мы поедем на дальняк, полторы тысячи километров, нам нужно заменить трубку на алюминиевую. То есть, еще такой нюанс. Эти автомобили, когда выходили из завода, у них были, ну, большая часть трубок были пластмассовыми. И потом стали происходить течи. И они меняются на алюминиевые, которые уже проблема полностью устранена. Предыдущий владелец, да, все они, скорее всего, эти уже проблемы были устранены. Но вот эта маленькая трубочка, она есть, ее надо поменять. Вот я вот ее хочу поменять, она кривая, стоит, по-моему, на 8 тысяч эта трубка. И все, и потом проблем не будет. Ну, и там посмотрим по колодкам, по дискам. Хочу с ним поговорить, чтобы он перепрошил на последнюю версию машину, если это необходимо. И все мои, можно будет ездить. И также буду снимать видео, где можно ремонтировать, сколько это вообще, в принципе, стоит ремонт Porsche. Ну, это очень интересно, кстати, вот эта тема. Потому что мало информации на YouTube. Вот есть люди, кто снимает, молодцы, что они снимают. Хотя бы показывают другим людям, где можно ремонтировать Porsche. Вот такая консоль в Porsche. Классная. Ну, руль бомбический вообще. Кстати, все думали, где кнопка, которая руль подогревает. То есть, чтобы вы, когда приходите с мороза, у вас подогревались руки. А кнопка эта находится вот здесь. То есть, вот здесь вот. Палец сюда засовываете, там прямо нащупается кнопка. Нажимаете на нее, и руль подогревается. Потом опять нажимаете на кнопку, и руль уже, ну, остывает. То есть, классная вещь, классная, удобная штука вообще. Ну, и шильдик Porsche. Это что-то с чем-то. Это надо чувствовать, когда вы пальцами по нему проводите. Это прямо вообще кайф. Просто кайф кайфетский. Поршевский. А, и, кстати, я хотел вам показать, какие ключи в Porsche. Катя, где ключи? Вот такой вот ключ в Porsche. Кстати, для тех, кто не знал, когда вы покупаете автомобиль, вам, по идее, дают два ключа. Но, когда у вас стоит сигнализация с автозапуском, один ключ, который идет запускной, вшивается в автомобиль, и у вас по факту остается один ключ. А чтобы вы получили второй ключ, вы должны поехать в дилерский центр Porsche официальный и заказать. Но так как сейчас санкции, и из Германии ничего к нам не идет, такой ключ заказать невозможно. Единственный вариант, это найти стороннего человека, у кого есть такая личинка, и который перепрошивает ее. И это все возможно сделать. Но это тоже не дешевое удовольствие. Но то, чтобы вы понимали, что когда вы будете покупать Porsche, если вы будете его брать, то может быть так, что будет только один ключ, и это ничего страшного. Если есть в машине автозапуск, то второй ключ будет вшит в автомобиль. И вот такой вот шильдик Porsche. Вообще круть. Не знаю, прям вообще. Ну это, блин, я не знаю, это... Неописимая эйфория. Да, это взрывшка прям. Шильдик это просто с чем-то. Класс. И еще, кстати, когда вы приезжаете в Москве регистрировать автомобиль, то вам может выдать вот такой вот адрес. Это подземная парковка торгового центра. Прям реально торговый центр, где люди приходят покупать себе какие-то вещи. И на подземной парковке есть такое вот место для регистрации автомобилей. То есть вы приезжаете сюда, происходит осмотр автомобиля инспектором, и вам выдают уже номера и основные документы. То есть очень удобно, потому что до этого я ездил в Перерву, в Марина. Там мне не нравится, потому что при осмотре, когда вы заезжаете, там есть железные такие, даже не знаю, какие-то описатель, бордюры что ли, и машины шкрябаете в эти бордюры. Здесь такого нет. Здесь просто все забетонировано. Ну, обычное парковочное пространство торгового центра. И очень удобно. То есть мне нравится приводить. Здесь я уже вторую машину регистрирую. То есть если у вас будет возможность регистрировать автомобиль, выбирайте место, город Щелково. ТЦ, по-моему, Щелково. Да. Так что вот так вот. Отправили нам осмотр автомобиля. Сверили ВИН КОДА. А, сейчас заезжаем там на платформу. Короче, прикольно. Для меня это вообще первый такой опыт. А выше еще поднимай? Выше еще, да? На метр. А, на метр? Просто уже не вижу. На приборку тут такая будет. Еще, еще, еще. Давайте, 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 давайте. Еще, 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 чуть-чуть. Все. Бану отсюда. Сейчас. На ручной тормоз тоже поставил? Угу. Пипец. Под самый потолок, считай, заехали. Офигеть. А зачем так? Да я хер знаю, зачем. Двигатель, номер двигателя, посмотри. А, он же там снизу, да, находится? Офигеть. Теперь спускаемся вниз, обратно. Все в порядке. Любое место какое-нибудь свободное и паркуйтесь. Ага. Вот красный столбик. А, на эту, блядь, выскочила. Блядь, выскочила, блядь. Сейчас я к ней ему опущу. Ну что, машину посмотрели, все вины сверили, номера сняли, сейчас ждем. Прикольно, однако. Андрей до этого все машины регистрировал без меня, но кроме самой первой нашей, нашего Кобальта. Вот. Я думаю, где цепили там еще. Да нет. Все в порядке. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»